Давайте поприветствуем пастора Кумуи. Спасибо большое, пастор Сандей. Так здорово быть сегодня с вами. Как пастор уже сказал вам, я занимаюсь определенной работой в университете. Вообще я начал с того, что я изучал сам в университете математику. Я получил мой первый диплом в математике. Закончил с красным дипломом. И потом также закончил аспирантуру и начал преподавать в университете. Вообще-то все началось с моих лекций в университете. Именно с лекций в университете и с моей такой группы по изучению Библии в университете, где я работал, началась наша миллионная церковь, глубокая христианская жизнь. Мы начали всего лишь с 15 человек в университете, в кампусе. И сейчас из этих 15 человек, по милости Божьей, мы выросли уже до миллионов людей. Мы также не только охватываем университеты, своей работой в нашей церкви. Мы охватываем также школы. И мы достигаем сотен тысяч студентов. Также в университетах. Мы достигаем очень многих студентов в университетах моей страны. Очень многие профессора университетов, преподаватели, ректоры университетов являются членами нашей церкви сейчас. И мы имеем лекции и многие люди, которые в университете уже стали членами нашей церкви благодаря нашей работе. И во всех институтах нашей стране, особенно в образовательных, в сфере банка, в сфере экономики, в сфере массовой информации, нам удалось наших людей поставить на стратегические посты в стране. И также некоторые наши люди работают в правительстве. Мы хотим охватить все наше общество через ключевых людей и принести Евангелие в нашу страну. И когда я приехал впервые в Украину, и пастор Сандей поделился со мной видением вашим, и он сказал, что он попросил меня провести такую встречу с вами, теми, которые собираются поступать в аспирантуру, чтобы мы, может быть, поделились некоторыми идеями о том, как же нам развивать систему образования в нашей стране. И однажды, придет такой день, когда вы сможете заполнить университеты вашей страны, школы вашей страны, людьми, которые знают Бога лично. Придет день, когда члены вашей церкви будут преподавать во всех университетах этой страны. Они будут профессорами, ректорами во всех университетах в этой стране. И я верю, что вы пойдете даже дальше, чем Украина. И это возможно. И я верю, что вы сможете охватить даже все университеты Европы. И вы сможете иметь своих представителей, ректоров, профессоров в каждом университете. И зачем нам это делать? Потому что если люди, которые находятся на ключевых позициях, они будут спасенными, будут жить по правильным принципам, тогда легко будет покорить страну для Христа. Вообще-то люди, которые занимают ключевые позиции в стране, принимают основные решения, таких людей в стране меньше 1%. Начиная от президента и заканчивая вице-президентом или премьер-министром и всеми людьми, которые работают в сфере экономики, в сфере политики, занимают ключевые позиции. Люди, которые являются инженерами, разрабатывают новые технологии. Люди, которые занимают ключевые позиции в средствах массовой информации. В каждой сфере общества. Вообще, чтобы занять какой-то ключевой пост в любой сфере общества, эти люди вначале учатся в университетах. Потому что, если мы их достигнем в университетах, пока они еще студенты, то потом эти люди наши, они будут во всех ключевых постах. Если мы хотим установить принципы Царства Божьего в стране, тогда нам нужно охватить каждую сферу общества. Именно поэтому образование настолько важно. Я сегодня буду говорить о значении образования для вечности. Значение образования для вечности. Некоторые люди учатся только для своих земных интересов. Они учатся для своей карьеры, например. Но другие люди, они учатся для славы Божьей. И почему мы здесь с вами сегодня, не просто для того, что мы хотим получить какую-то ученую степень или диплом. Но мы здесь, потому что мы знаем, что мы хотим использовать свой диплом и свои ученые степени для вечности, для славы Божьей. И важно не только, что вы будете изучать. Но что самое важное, определиться для себя изначально, для чего ты хочешь идти в эту аспирантуру. Для чего тебе нужна эта ученая степень. Мы откроем сейчас с вами Даниила, первая глава. В Данииле, первая глава, я читаю 3 стих. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых и из рода царского и княжеского привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки и разумеющих науки и смышленных и годных служить в чертогах царских и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И здесь мы видим, что Даниил был одним из тех отроков, которые были способными для обучения, его выбрали. Даниил тогда был еще подростком. Может быть, 17-18 лет ему еще было. Но многие из нас здесь, я вижу, уже далеко не подростки. Вам нужно вспомнить Халеба в возрасте 85 лет. И Халеб сказал, дай мне эту гору. И он сказал, я сейчас так же силен, как я был силен 40-45 лет назад. Когда мы видим, что люди стареют, это не то, что вы видите человека пожилого, то еще не значит, что он мудрый, потому что не возраст имеет значение. Но состояние вашего ума определяет все. Вы можете быть пожилым уже в теле, физически, но быть молодым умственно. А есть, наоборот, некоторые люди, они еще совершенно молоды, но они уже так рассуждают, с такой усталостью от жизни, как будто им 80 лет. Им еще 17 лет, но они уже так устали от жизни, у них никакой ни мечты, нет ни цели, они с такой усталостью идут по жизни, как будто им лет 80 уже. Но есть люди некоторые, которым 80 лет, как Моисей, который сказал, для меня это только начало жизни. Как Халеб, он сказал, я не боюсь этой горы, это только начало моего будущего. И у меня еще так много работы. Поэтому не имеет значения, сколько вам лет физически, но имеет значение, насколько вы молоды внутри. Если вы молоды в своем сердце, если у вас есть страсть, если у вас есть огонь, и ваш разум, он живой, и вы тогда видите эту гору перед вами, тогда вы скажете, не важно, сколько мне лет физически, важно, сколько мне лет внутри, на сколько лет я себя чувствую. Поэтому, что важно, это не количество лет, прожитых вами на земле, но насколько вы мудры и молоды внутри, в душе. Я верю, что все вы здесь, независимо от возраста, вы очень молоды в душе. И вы знаете, что жизнь вообще потрясающая штука, именно поэтому вы пришли сюда. Я верю, что вы не из тех людей, которые скажут, ну, Господи, мне уже, наверное, пора к Тебе идти, устал я от этой жизни. Вы говорите, Боже, я еще так много хочу сделать для Тебя на этой земле. И подумайте, сколько вы всего можете успеть даже за один год. Подумайте, сколько вы еще можете успеть за следующие пять лет. Если вы подумайте, представьте Моисея, то его жизнь была разделена на три части. Первые сорок лет, это было обучение. Следующие сорок лет, это было время пустыни. И последние сорок лет, это были те годы, в которые он творил историю, которую мы сейчас читаем. Сорок, сорок и сорок. Это означало, что уже две трети его жизни на тот момент прошли. И только в начале последней трети своей жизни он вошел в полноту своего призвания. Если мы посчитаем, если вам сейчас сорок лет, то вы уже прожили двадцать и двадцать лет. Что вы хотите сделать в следующие двадцать лет вашей жизни, в следующую треть? Если вам уже шестьдесят, вы уже прожили тридцать и тридцать лет своей жизни. И теперь самое важное, что вы сделаете с тридцатью следующими годами своей жизни. И подумайте, насколько далеко и высоко вы сможете пойти. Даже за один год, сколько вы сможете сделать. И если у вас будет такое отношение, если вы будете говорить, Боже, еще так много мне предстоит сделать. Так много мне еще нужно сделать. Мы будем говорить сегодня о трех вещах. Наша тема сегодня, мы уже сказали, это значение образования для вечности. Первая вещь важная, о которой мы будем говорить, это принципы и цель для образования, для учебы. Вообще подумайте, для чего я хочу учиться. Ну, вы думаете, я хочу учиться. И у вас есть такой огонь, вы готовы идти. Но знаете, некоторых таких людей нужно спросить, как вообще ты учишься? Мы видим здесь Даниила. И Даниил и другие люди, у них точно была цель для их учебы. Когда мы прочитаем четвертый стих, здесь говорится о том, что уже были некоторые характеристики у них. Они уже достигли определенного уровня. Это не были люди, которые даже алфавита не знали или не знали азов той науки, которую собирались изучать. Эти люди уже прошли какое-то начальное образование. Но они хотели уже строить на этом фундаменте и достигать большего. И какая же была цель этой учебы их? Почитайте пятый стих. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола. И вино, которое сам пил. И велел воспитывать их три года. Они должны были пройти через этот трехлетний курс обучения. И говорится дальше, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Это люди, которые учились, чтобы занять высочайшие позиции в обществе. Они хотели стоять перед царем. Они хотели служить перед царем. Они хотели общаться с царем. Они хотели быть способными говорить на языке царя. Быть способными поддержать разговор царя и определять и определять будущее их государства. Вот это была цель их учебы. Как же им это сделать? Например, давайте подумаем, вот мне нужно изучить пройти этот курс обучения. Каким же принципом мне необходимо следовать? Чтобы понять, что вы делаете. Первый принцип. Нужно читать. Ни кто-то не может быть able to have a PhD or even undergraduate work without reading. Ни кто-то не сможет закончить аспирантуру без чтения, без любви к чтению. И нужно не просто читать механически, но нужно читать глубоко проникая. Нужно читать глубоко проникая в смысл. Например, вы будете изучать интернет-технологии или какие-то компьютерные технику. Для этого вам уже необходимо иметь какие-то базовые знания или какую-то другую науку будете изучать. Математику, физику, экономику, управление или политику. Чтобы вы не выбрали, вам необходимо иметь уже базовые знания в этой сфере. И тогда вы сможете уже надстраивать на этом фундаменте. Поэтому мы сказали, первый принцип, нужно любить читать и много читать. Например, вы просто читаете книгу. Если вы будете читать книгу свою по учебе так, как вы газеты просматриваете, точно не закончите аспирантуру. Потому что так, как мы читаем газеты, совершенно отличается от того, как нам нужно читать учебник. И если вы хотите учиться в аспирантуре, вам нужно научиться правильно читать. После того, как вы прочитали уже параграф или абзац, вам нужно переосмыслить и проанализировать и прочитать то, что вы прочитали с тем, что уже знаете, и как вы этому сможете применять. Если вы не сможете вспомнить, если вы не сможете вспомнить то, что вы только что прочитали и вы были плохим студентом, тогда вам нужно вернуться к началу главы и снова ее прочитать. Поэтому, что не важно, что вы просто прочитали эту книгу, важно, чтобы в конце прочтения вы смогли переосмыслить, проанализировать, помнить и применить. Номер три принципа. Нужно делать определенные пометки того, что вы прочитали. Очень важно делать заметки для себя. Потому что вы не сможете всегда с собой таскать книги, но если вы делаете важные пометки для себя, вы сможете всегда вернуться к своему конспекту. Поэтому номер один мы сказали, читаем, номер два мы переосмысливаем, анализируем, и номер три мы делаем для себя заметки. Мы записываем. Можно записывать в какой-то отдельной тетрадке, или если, например, в вашем рабочей тетради есть в конце место для полета, или же в самой книге можно подчеркивать важные для вас моменты, и, может быть, на полях записывать для себя что-то. То есть важно читать и работать над тем, что прочитали, а не просто просматривать. И номер четыре нужно еще раз просматривать. Нужно еще и еще раз просматривать то, что вы уже прочитали, изучили. Потому что наш ум построен интересным образом. Например, если вы посмотрите на эту сторону здания, вы увидите, что там нету двери. Вы увидите, что, например, там трава. Но если вы пройдете один раз по этой траве, то на этой траве не останется никакого следа практически. Но если по этой чистой, свеженькой травке вы пройдете несколько раз, если вы посмотрите на травку, там, может быть, кто-то один прошел, но не видно. И если по этой травке люди ходят регулярно, то вы уже сможете увидеть там тропинку. И клетки нашего мозга, нейроны нашего мозга, они соединены вместе. И когда вы читаете, там тоже происходят определенные процессы в клетках мозга. И эти процессы, они также помогают вам позже запомнить то, что вы уже прочитали. И когда вы просматриваете снова изученную информацию, то в вашем разуме остается такой же след, как вот наподобие травки, о которой мы говорили. Тогда вам будет легче запомнить, вспомнить то, что вы изучили. Поэтому мы сказали, что четвертый пункт нужно просматривать еще и еще раз. И просматривать нужно через определенное время. Если вы сейчас прочитали какой-то материал, через пять часов просмотрите еще раз этот материал. И через два дня еще раз прочитайте этот материал. Потому что вот это повторение через определенные промежутки времени как раз и помогает нам запомнить. Пятый принцип. Вы размышляете. Чем отличается начальная школа от университета? Потому что ученики первоклашки, скажем, для них, для того, чтобы быть отличником, достаточно просто хорошо повторить то, что учитель сказал. А в университете уже недостаточно просто воспроизвести материал. Необходимо, конечно же, знать весь материал, который учитель преподал. Но важно размышлять над этим материалом, делать выводы, проводить исследования, анализ и уже делать собственные выводы на основании этого. Поэтому, когда вы делаете собственное исследование, вы уже будете повторять все, что вы читали раньше, для того, чтобы на основании этого делать свои выводы. И вы думаете, ага, как же мне применить все, что я выучил в жизни? Какая сфера общества нуждается в изменении? Какая же сфера общества нуждается в каких-то обновлениях, в какой-то свежем вливании? Поэтому очень важно не просто воспроизводить материал, но размышлять. после того, как я стану кандидатом или доктором наук, как я смогу вот этот материал, который я сейчас изучаю, употребить для того, чтобы изменить мое общество и мою страну. Поэтому очень важно практически подходить ко всем знаниям, не просто запоминать в теории, но тут же думать, где и когда я смогу это применить. Шестой принцип. Нужно делать исследование. Исследование. Например, вы пишете диссертацию, и вы пишете записи, делаете, и вы смотрите на определенные условия, и вы смотрите на то, что вы уже изучили, вы берете какой-то определенный пример, и вы смотрите, что же в других странах было сделано относительно этой ситуации. Какой опыт зарубежный я могу позаимствовать? Вы сравниваете и анализируете, как же ваша собственная ситуация в стране может, ну, как вы можете в своей собственной стране применить зарубежный опыт. Вы пишете, что мы называем и вы тогда пишете свои собственные исследования и предложения по улучшению определенной ситуации. Вы записываете, какие предложения вы вносите, чтобы улучшить, оптимизировать какую-то проблему. И тогда вы приносите какое-то, может быть, новое исследование или новое решение проблемы, то, чего еще не было раньше. И именно в этом и заключается написание диссертации. Номер семь. Вам нужно освежать еще раз это в памяти. Может быть, вы что-то изучали два-три года назад и уже почти забыли это. Это происходит к нам, когда мы закончим экзаменами. Вы знаете, часто так происходит перед экзаменом. Часто так после экзамена происходит, если мы сдали сегодня экзамен на отлично, вы будете бояться, вы будете сказать, что я забыли все, что я забыли. через две недели если нас попросить пересдать этот экзамен, мы уже будем бояться, потому что вряд ли мы вспомним. и вы хорошо сдали, вы хорошо подготовились для этого экзамена. Но знаете, очень важно иметь правильную цель. Часто мы учим по принципу трех З, да, заучил, сдал и забыл. Но важно иметь цель, чтобы все знания полученные применить потом, чтобы улучшить наше общество. И если мы сдали экзамены и успешно забыли то, что мы сдали, то как мы собираемся улучшать наше общество и применять эти забытые знания? Поэтому мы говорим, что седьмой принцип очень важно. Нужно освежать в памяти выученные ранее материалы. Нужно продолжать напоминать себе, потому что информация, знание, которые вы не применяете, они приведут к разочарованию. Знание, которое вы не применяете, или диплом, который вы никогда не будете использовать в деле. Поэтому знание, которое вы не применяете, приводит к разочарованию. Можно сказать по-другому. Желание или стремление без действия равно нулю. И мы сегодня с вами здесь, мы такие в огне, стремимся, энтузиасты такие, интерес у нас, желание, я защищу диссертацию я стану доктором наук и я подаю документы и я заполняю анкету аспирантура, аспирантура, аспирантура. Потом мы заканчиваем наши собрания через два дня аспирантуры. А что там насчет твоей аспирантуры? Ну, я еще думаю над этим. Огня уже нет. Поэтому просто желание, не подтвержденное никакими действиями, оно равно нулю. Но желание, подтвержденное действием, сделает вас героем. Поэтому недостаточно просто прийти на собрание, нужно пойти в эту аспирантуру и закончить ее. Поэтому именно это сделает вас чемпионом в жизни. Только творцы истории, они производят какие-то действия после принятого решения. Для того, чтобы стать героем, а не остаться полным нулем, нужно каждое свое решение или желание подкреплять действием и желательно в течение пяти секунд. Это основной принцип обучения. Следующее. Это процесс прогресса towards success. Процесс прогресса когда мы движемся в нашем обучении. Теперь когда вы уже решили что изучать и вы знаете как это делать и вы решили что все полученные знания я буду применять немедленно. Какой же процесс? как же это сделать? Даниила первая глава 17 стих Даниила 1 17 As for these four children God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom and Daniel had understanding in all visions and dreams dreams here we find Daniel they came to the end of the course and the king himself was involved in testing them and we told that Daniel had distinction and he became a first class successful man and that is your goal you don't want to be at the tail of the class of your PhD students you want to have recognition and distinction we 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 that number one prayer somebody said it this way pray as if everything depended on God and work as if everything depended on you some people pray they don't walk and they don't pray let's think about the people that pray and they don't walk they're like the farmer that comes to a large field he has a heap of crops he has a fatale ground he stands in between the fatale ground and the heap of crops he raises his hands to heaven alleluia glory to God praise God God can do all things thank you what a wonderful land thank you for your gift thank you for your provision thank you for your provision wonderful God what a good heap of crops thank you God I believe that you all you have a glory to God great 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 success he goes back home prayer without planting will not get anything done I'm about the man that walks and does not pray that is the man that looks at the field and he looks at his and he says these muscles are strong I will plant and then he continues to plant but he doesn't take note of the conditions of that environment he does not take note of the weather that is beyond his control he does not take note of the animals and the ants that are beyond his control and even though he has done a lot it may be the overflowing sea or tsunami that washes away everything we have limited knowledge we have limited wisdom every man on earth is finite and limited but God has unlimited wisdom infinite knowledge and the things that are beyond our control is under his control that's why we do our best in walking but with the understanding that things that are beyond our control are in the hands of the almighty God and it is prayer that connects us with the infinite wisdom and unlimited knowledge of God so number one is to pray number two prepare we are talking about the process of progress that leads us to the success in this course we are doing without preparation opportunities will only make you ridiculous and opportunity comes and opening comes and the government they are looking for somebody to fit in immediately we are not and there is a great opportunity to be the country is searching for an ambassador to represent the country in this other country or this other country or the country you see it is advertised if I had known I would have prepared myself for this day now the opportunity Возможность такая классная. А я не могу подать документы, потому что не подхожу по параметрам. А другие подают документы, у них все классно, их выбирают. Но они счастливчики, это мне не повезло. Нет, тут не в везении дело. Везение приходит, когда возможность встречается с подготовкой. Если вы хорошо подготовлены заранее, то вы всегда будете везутчиком. Потому что когда вы подготавливаетесь, когда вы готовитесь заранее, и потом приходит возможность, вот хоп, и вам повезло. А когда вы не готовы, то не везет почему-то. Поэтому очень важна подготовка. И именно комбинация, сочетание вот этих двух вещей, подготовка, и молитва, она дает хороший результат. Когда вы учите, Например, вы готовитесь защищать диссертацию. И вы так много учитесь, чтобы стать таким умным. И вы становитесь таким умным-умным в вашей сфере деятельности. И когда вы хорошо подготовлены уже, когда вы стали классным специалистом, тогда возможности начинают сами гоняться за вами. Вы становитесь как магнит, который притягивает всякий металл вокруг. Потому что ваша подготовка, ваша квалификация, ваш высокий класс начинает притягивать возможности к вам. Даниила в Бавилоне, помните? Вот он был классно подготовлен. Он и он был человеком молитвы. И когда не было человека, который на выхода на ссору переведет сон, То Даниил был единственным, который был подготовлен к этой возможности. И он единственный смог это сделать. После того, как на выхода на ссору умер, другой царь пришел. И если вы скажете, ну, наверное, Даниилу так повезло, что-то так он понравился на выхода на ссору. Но тут уже другой царь, уже непредвзятое отношение. И у него тоже проблема. И Даниил снова смог помочь решить эту проблему. Потом следующий уже царь был. И Даниила при всякой власти признавали и почитали. Потому что он был подготовлен, и он стал незаменим благодаря своему высокому уровню. Он сделал себя незаменимым благодаря подготовке. Именно потому, что Даниил подготовил себя, он образовывал себя, и именно этим он сделал себя незаменимым. И я знаю, что каждый из нас, он хочет стать незаменимым в своей стране. Это то, кем вы должны стать, незаменимым. Это то, кем вы должны стать в вашей сфере деятельности. Вы должны стать незаменимым. И люди не будут просто толерировать вас. Когда кому-то нужна помощь или есть какая-то проблема, все знают, что только вы сможете помочь. И тогда всегда к вам придут и уже не будут смотреть, в какую церковь вы ходите. Или какой вы, они будут знать, что без вашего знания, без вашей квалификации они не обойдутся. Let's go to number three. Третий пункт. The power of persistence leading to significance. Silla of persistence leading to significance. Silla of persistence. Now, when we are successful, that is wonderful. Significance is a level higher than success. Потому что когда мы... Но есть другой уровень, который выше, чем успех. Величие выше, чем успех. В Даниила 6, 3-4 стих. Даниила 6, 3-4. And over these three presidents, of whom Даниил was the first, that the princess might give account unto them. And the king should have no damage. А над ними трех князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет. You see the special position Даниил came to. In that large kingdom. In that large kingdom. There was three people. There was three people. These three were referred to as presidents. And the king defended so much on the three. And Dаниил был одним из этих трех. That the king and the kingdom will have no damage. And we're told. Among the three, Даниил was number one. We're told in verse 3. Then this Daniel was preferred above the presidents and the princes. Dаниил превосходил прочих князей и сатрапов. Because an excellent spirit was in him. Потому что в нем был высокий дух. And the king thought to set him over the whole realm. И царь помышлял уже поставить его над всем царством. How did Dаниил get to that position? Как же Даниилу удалось получить такой пост? Because he was persistent. Потому что он был, ну, настойчивым. As you make up your mind on the choice of subject or field, you're going to have a PhD on. You begin to study. You begin to apply yourself. You begin to give yourself to everything you want to learn. If you're going to study, изучать все, что вы только сможете найти в этой сфере. Times will come. When it will appear, you'll come to a dead end. When it will appear, you'll come to a dead end. It will appear, you'll cannot move on. You are stuck, and you might want to stop. That's why you're calling the power of persistence. And this is what we've discovered in every field. And, you know, the athletes will tell you, there comes a point when it appears, I cannot go further, I must stop. So, just a military people will tell you, sometimes the battle is so hot, they feel, I cannot go further, I must stop. And, you know, soldiers, who have done PhD before you, they will tell you the same thing. There was a time I came to it, then I thought, you cannot move forward, you must stop. But persistence wears down resistance. Но настойчивость помогла им устоять и продолжать свое дело. Persistence wears down resistance. Настойчивость убирает препятствия. And so that's why we're calling the power of persistence. And there is a God in heaven that will help you. И есть Бог на небе, который поможет вам. Because everything above you is under his feet. Потому что все, что больше, чем вы, оно, любая ситуация, которая кажется такой огромной, выше вас, оно под его ногами все равно. Everything above your head. Все, что кажется огромным для вас. Все, что выше и сильнее вас. Все, что кажется вас сейчас раздавит. Все, что сильнее, страшнее и выше вас, оно все равно под его ногами. That's the reason you want to go beyond success. You want to move on to significance. Именно поэтому мы хотим не просто достичь успеха, мы хотим достичь величия. If you are successful already. If you are successful already. Praise the Lord. But plan to be significant. But plan to be significant. You have a good position in society already. That sucks, that's success. Go beyond success and become significant. You have undergraduates already. You can say, I excelled in that subject. I excelled in that subject. That is success. Don't stay at the point of success. Today is the beginning of another level in your life. You aim at significance, not just a success. Нового этапа в вашей жизни, нового витка. Мы не должны останавливаться на успехе. Мы должны двигаться к величию. Between now and that point of significance. И все, что придет на наш путь, начиная от сегодняшнего дня до того конечной цели нашего величия. There's one thing for you to remember. Важно помнить одну вещь. Never, never, ever, give up. Никогда, никогда, никогда не сдавайся. Stick your neck there. Просто держись. Put your shoulders under the lobe. Put your leg. Once the door is open a little bit, don't allow that door to close. Stick your leg inside there. Будь выскочкой, будь хватким. Если Бог открывает тебе какую-то дверь, просто чуть-чуть приоткрывай. Once you get to that department, don't let any lecturer, however corrupt anybody is, don't let anybody drive you back, stay in there. Once you make a choice, this is what I'm going to do. Other students will tell you stories. Как только ты принял какое-то решение, другие сразу начнут тебя, you'll never get subjugated out of this place. If you don't bribe the faculty, you'll never get anything here. And you will say, if I am the one that will make a change in this faculty, this university, I will be the number one person, I'm going to change the system here. И тогда вы скажите, что я собираюсь изменить мою страну, и я начну с изменения ситуации в этом университете, я стану лучшим. Даже если ни у кого раньше не получалось, я буду первым, кто сможет бесплатно, без взятки защититься. И помните, что настойчивость убирает всякие преграды на пути. С уверенностью во Христе, который в тебе, ничего не может стать против тебя. Один человек с Богом, это уже большинство. То, что мы начали, мы закончим. И Бог уже дал нам чертежи небесные. И мы будем двигаться соответственно этой карте Божьей. И через несколько лет. Через несколько лет в каждом институте, в каждом университете нашей страны будут наши люди верующие. И во всех ключевых организациях. На всех ключевых постах будут наши люди. И мы будем теми, кто принесет изменения в эту страну. Вы готовы? И Бог уже давно готов помогать вам и идти с вами туда. И чтобы мы принесли Его волю и Его царство. И у вас получится. Но просто нужно принять решение, что пути назад нет. Вы являетесь таким человеком, о котором я говорю? Человеком величия. Давайте встанем и посвятим себя Господу. Мы сделаем это. Мы сделаем это. Мы сделаем это. У нас получится. Мы сможем.